Привет, друзья! Если вы посмотрели все десты дальности дрона Outel EVO 2 Pro, которые я отснял за это непродолжительное время, то не могли не заметить, что основной критерий, который обеспечивает дальнюю связь... Это прямая видимость между дроном и пультом. Если есть прямая видимость, то можем лететь далеко, даже над городом. Первый тест над городом это подтвердил. В этом тесте он пролетел 5000 метров, и я прервал его. Можно было лететь дальше, но обстановка была сложная, очень сильный встречный ветер, и риски того не стоили. То есть мы уже подтвердили то, что дрон может лететь далеко. Очень важный момент при полетах на максимальную дальность и вообще, чтобы лететь далеко, это правильное расположение антенн пульта по отношению к дрону. Они у нас крутятся, вы прекрасно это знаете, и удобнее всего их располагать направленными вниз. Соответственно, если дрон у нас впереди, антенны должны быть параллельны и направлены вниз. Вот эта плоскость должна быть нацелена на дрон, который удаляется от нас куда-то на большое расстояние. Если у нас это условие не выдерживается, то дальность существенно сокращается. Если антенны стоят так, так, а дрон летит туда далеко, либо так, как-нибудь или мы пульт в сторону отвели, это все сказывается на максимальной дальности. Также это касается и подъема дрона на максимальную высоту. Если мы поднимаем его высоко, поднимаем и антенки. Если дрон у нас там, то антенки, плоскость их перпендикулярна направлению на дрон. Все элементарно. И тогда он летит далеко. Как только дрон попадает за какие-то препятствия, за какие-то перегибы местности, либо это строение, буквально сразу начинает ухудшаться и теряться связь FPV и буквально следом за ней также отваливается управление пультом. После чего дрон переходит в режим автоматического возврата назад. И это происходит практически мгновенно, как только он теряет связь с пультом. В первом тесте полета на дальность в городских условиях я специально выбрал место с преобладающей высотой, откуда запустил дрон и на протяжении всего полета с ним сохранялась связь в пределах прямой видимости. В те моменты, когда я отклонялся по какой-то причине, отвлекался, вместе с пультом отворачивался в сторону, в эти моменты как раз и происходили сбои по связи, вплоть до того, что даже в какой-то момент дрон начал возвращаться назад. Во втором тесте я запускал дрон на площади в центре города. Центр города у нас достаточно имеет старую застройку, которая невысокая 15-20 метров. Площадь, в центре которой я находился в момент старта, обеспечила минимальный угол и поэтому дрон смог улететь далеко на 1600 метров. Если посмотреть на мое местоположение в момент запуска дрона, то я находился в дальнем конце площади и до краевой библиотеки, до здания краевой библиотеки, которое было первым зданием на пути у нас между дроном и мной, скажем так. Высота его составляет в пределах 15-20 метров. И если мы построим прямоугольный треугольник и померяем угол, который у нас получается, он составит в районе 5-5,3 градуса. Если провести биссектрису этого треугольника дальше, до высоты 150 метров, то она у нас получится длиной как раз около 1500-1600 метров. Именно на такую дальность дрон и улетел на высоте 150 метров. Дальше, когда он пошел уже за перегиб, прямая видимость уже отсутствовала и дрон сразу вернулся назад. Пошел в режиме возвращения. Ну и третий тест, в принципе, подтверждает все эти выкладки. Поскольку мы находились в достаточно ограниченном пространстве, в колодце, окруженном высотками. Пусть небольшие, там 9-10 этажей, но расстояние от них до меня было очень небольшое, поэтому угол был совершенно другой. Он был больше и дрон улетел на соответствующее расстояние. Всего 680 метров, после которых произошла потеря связи. Я сейчас не выкладываю выкладки по замерам. Сколько было до домов, сколько было, какой угол там, я в этом смысла уже не вижу. Но если наберется 10 комментариев с пожеланиями, я возьму лазерный дальномер и отмеряю высоты зданий, которые нас окружали, которые были препятствием в момент, когда дрон летел от нас и расстояние точки старта до этих зданий. И, я думаю, как бы теория того, что прямая видимость нам необходима, она подтвердится. По итогу, какой вывод я сделал для себя? Аутель разработал отличные алгоритмы передачи сигнала, и если выдерживается условие прямой видимости, даже в условиях высокой электромагнитной зашумленности, эти алгоритмы отрабатывают очень хорошо, и аутель летит далеко. Это класс! Ну, а пока на этом все. Старался для вас. Надеюсь, что-то кому-то окажется полезным, поэтому ставим лайки, подписываемся и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok